Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о красоте. Индустрия красоты сейчас развивается семимильными шагами. И красивыми сегодня хотят быть не только женщины, но и мужчины. И сегодня мы в гостях у мужских стилистов. Я хочу вам их представить. Это у нас Зуля и Джонни. Значит, ребята, я хочу обратиться к вам. Было такое понятие когда-то. Парикмахер. Ну, оно и сейчас есть. Но вы барберы. Я хочу спросить, что такое барберы. Зуля, наверное, начнем с вас. Здравствуйте, Белла. Я топ-барбер. И хотела бы рассказать вообще, в принципе, кто такой барбер. Барбер – это прежде всего эксперт в области мужского стиля. Мастер парикмахерского искусства, который специализируется исключительно на мужских стрижках, оформлении бороды, бритье и уходу за лицом волосами и бордой. Вот. Произошло слово барбер от латинского слова «барба», которое означает в переводе «борода». Вот. И оттуда пошло название этой профессии. На самом деле, это очень старая профессия. Просто она сейчас стала настолько востребована, так как мужчины вновь, так скажем, начали более тщательно ухаживать за своей внешностью, за своим образом, так как нынешние реалии требуют того, чтобы мужчина выглядел очень хорошо. Я могу добавлять, с чего это все началось. Все это началось, когда цирюльники начали заниматься медициной. Раньше были два типа хирургов. Были академические, которые в этом во всем разбирались, и вторые были, которые цирюльники, которые у них не хватало знаний этого всего. Те, кто занимались академически, у которых у них было знаний, они занимались в основном, интересовало их вообще человечески, вообще чем оно создано, как это все тело работает, чем это все связано. А цирюльники, у них не было знаний, они просто занимались как пупа. Ну, конкретно и точно говоря, они в основном занимались вырыванием зубов или, как у нас сейчас говорится, хиджамы или... Медицинские процедуры. Медицинские процедуры. Ну, у них просто не было знаний. И первый барбершоп открылся в 1805 году, когда в Великобритании правило Георгий III. И в этот момент, 21 октября 1805 года, открылся первый барбершоп. Фамилию не помню, но помню имя Уильям. И он же и стрик Георгий III. Первый барбер. Первый барбер. И он и открыл первый барбершоп. Он назывался Уильям Хилл. Уильям Хилл. И вот это все началось. Жанни, ты в каком возрасте начал этим всем заниматься? Кто был твоим учителем? Как все это начиналось? Хочу у тебя это спросить. А у Золи хочу спросить. Свою первую стрижку помните? В каком возрасте я начал? Мне кажется, я начал где-то лет, когда мне было пять, когда отец мне первый раз на лазу по Брю. И все это и с этого и начался. И, как говорится, мне кажется, и учитель был первый отец. И я восхищался за ним. Ну, мне было сложно сидеть часами, что когда он мне... Ну, для меня это было интересно. Ну, а ты первую стрижку свою помнишь? Первую стрижку свою помню. Ну, это была... Ну, эта первая стрижка мне очень не понравилась. Просто я много косячил. Угу. Это нормально же? Это хорошо. Это хорошо вначале. На ошибках учатся? Вот именно. Да, конечно, я помню свою первую стрижку. Это было на обучении. Это был подросток. Ну, у меня страха не было, так как они знали, что их могут подстричь плохо. Поэтому я считаю, что очень хорошо получилась первая стрижка. И преподаватель тоже похвалила меня. А потом уже, когда, наоборот, я закончила обучение, уже тогда появился страх от неопытности. Ну, это тоже со временем все прошло. Ребята, вот клиенты, наверное, бывает, что вот такие капризные попадаются, да? Допустим, вы подстригли. Не нравится человеку, не нравится клиенту. Часто ли приходится переделывать? Получается ли переделывать? И бывает ли так, вот человек среди ночи звонит, прямо вот сейчас, здесь и сейчас подстриги меня. Такое бывает? По-любому, работа, когда интересна, бывают разные люди. И любой, каждый человек со своим характером интересен. Да, иногда бывают очень капризные люди. И из-за этого мы любим свою работу. И это как-то там дает еще дольше стремиться к лучшему. Бывают моменты, да, в три часа ночи звонят, что завтра у них свадьба, и надо приготовиться, подготовиться. Бывают люди в некоторых моментах, в моменте у них появляется желание, чтобы поменять. Ничего. Нам придется 10-20 раз поменять этого всего. Да, было такое, что приходилось переделывать, ну, не свою работу, а работу другого барбера. И до сих пор приходится к нам, приходят с неудачными стрижками. И как бы мы переделываем. Была даже такая ситуация, когда барбер стригла, и я стригла другого человека, и она просто взяла, бросила машинку и сказала, я не могу стричь. И мне пришлось на два кресла работать. То есть и там достричь, и тут достричь. Ну, в результате оба ушли довольные. И всегда бывают такие у них тоже ситуации, когда им надо срочно, здесь и сейчас, звонят, просят. Ну, если есть такая возможность, я всегда иду навстречу и делаю все, что просят. Ну, почему-то мне кажется, что мужчины менее капризные, чем женщины. Да, я с этим абсолютно согласна, потому что, мне кажется, женщины более требовательны к своей внешности. Мужчины, во-первых, не очень сильно разбираются и в уходе, и в таких каких-то нюансах, а женщины более капризные, да, и больше разбираются. Джонни, а тебе часто приходилось переделывать за другим мастером? Ну, если честно, были моменты, когда переделывают. Ну, это хорошо, я считаю. Потому что разные ситуации могут быть на нашей работе. Потому что нам по любой погоде, как говорится, нам придется подстраиваться. И это нам дает по нашей работе больше улучшение, чем ухудшение. Я считаю, это очень хорошо. Ребята, я хочу вас спросить, сколько времени занимает одна стрижка? Ну, в среднем, да? Сколько времени занимает, ну, облагораживание бородки мужской? И хотелось бы спросить, насколько вы щепетильны в выборе уходовых средств? Это, наверное, тоже важно в вашей работе? Всегда по-разному. Бывает от получаса до двух даже, смотря какие пожелания у клиента. И я не могу, например, отпустить человека, пока не вижу, что он доволен на 100%. Поэтому я вот пока реакцию такую не увижу, я не отпускаю. И это всегда по-разному. Насчет косметики, да, мы очень щепетильно относимся к выбору. Потому что нам доверяют мужчины, они не сильно в этом разбираются, не сильны. Поэтому всегда подбираем только тот уход, который необходим для них. И только то, что действительно работает. И, наверное, часто клиенты ваши возвращаются к вам? Ну, почти всегда. Ну, в начале как бы нет. Там были моменты, как бы, когда они возвращались. А сейчас можно с уверенностью сказать, что все в основном возвращаются. Если они не уехали в другой город. По поводу времени я вам... Точное время не могу сказать. Потому что у кого-то бывают длинные волосы, у кого-то короткие волосы. Стричь, может быть, занимает полчаса. А проводить человека, чтобы у него было все идеально и красиво выглядело, это по-любому не придется добавлять время. То есть вы хотите сказать, что в нашей Кавказской республике очень много модных парней? Стильных, со стильными стрижками? Ну, в последнее время, да, очень много. Они уже потихоньку начинают следить за тенденциями, трендами. И, ну, в основном это более такая молодежь прогрессивная. А мужчины среднего возраста, они более такие консервативные. Они любят больше классику, не любят особо никаких экспериментов. Поэтому мы, как бы, делаем то, что они просят, именно в плане стрижки и бороды, и оформления. А часто они высказывают клиенты свои пожелания? Ну, мы всегда при встрече, когда сажаем в кресло, я всегда спрашиваю, какие пожелания. Если он в первый раз ко мне пришел, то обязательно я буду учитывать. Потому что, ну, у многих какие-то религиозные моменты, у многих свое видение, вот они так привыкли, и они не будут воспринимать, если я сделаю прям совсем что-то другое. А так я всегда советую, как будет лучше, и если он не против, мы пробуем другие варианты. Скажите, пожалуйста, вы любого человека можете взять в ученики? У вас уже достаточно опыта, чтобы обучать других людей. Каждый ли человек может быть мужским стилистом? Любого ли мы возьмем ученики? Нет. Любого мы не возьмем. Мы возьмем того человека, который больше интересов, больше тот, у которого у человека глаза горят. И больше тот, у которого у человека к этому больше есть интересов и желаний, чтобы в этой сфере, не то, что для наполнения кармана, а мировоззрения, чтобы было желание достичься чего-то, чтобы свое имя как-то так в городе про него всех узнали. Творческая жилка должна быть. Да. Без этого никуда. Если человек просто хочет в этом зарабатывать, я бы к этому не подписался, чтобы учить этого человека. Потому что конец одно. Максимум какое-то время поработал, и он просто поменяет профессию из-за того, что он не заработал достаточно денег, которые ему хотелось. Ну, я так считаю. Ну, я не соглашусь с тобой, Джонни. Потому что изначально даже я пришла в эту профессию исключительно из-за заработка. То есть у меня даже, как сказать, я не знала там, что у меня глаз такой будет там наметан, как выглядеть должен мужчина. Абсолютно я далека была от этого всего. И до сих пор у меня мнение, что стричь можно научить и медведя, и обезьян. Единственное, что после обучения не каждый будет барбером и успешным барбером. Но если не секрет, сколько барбер зарабатывает в нашей республике? Ну, для черкесской это начинающий от 60-70 тысяч. Потолка нет. Можно расти, развиваться, давать мастер-классы, преподаванием заниматься. То есть есть примеры в России таких крутых барберов, которые миллион зарабатывают и больше в месяц. Поэтому все зависит от того, насколько человек амбициозен. А вам приходилось женщин стричь? Мне да. Мне приходилось. Один раз меня просила женщина очень слезно, что никто ее не хочет брать. Я согласилась. И после рабочего дня, вечером, пока никто не видит, подстригла. Просто там была стрижка под машинку. Ничего особенного. А тебе приходилось Джонни стричь женщин? К сожалению, женщинами работают год. Там уже другая история. Но приходилось? Обязательно. Я сам этого хотел. Мне было интересно длинные волосы. Ну а основного мужчин же не бывает длинных волосов. Мне было интересно из-за того, что интересно. Я где-то месяц учился на женские стрички и поработал годик. Простора больше для фантазии, да? Да, да, да. У меня потом появились очень большие фантазии. Но женщинами работать очень сложно, чем мужчинами. Там уже другая история. Как вы считаете, какими основными качествами должен обладать барбер? Хороший барбер, да? Хороший барбер. Ну, я считаю, что, во-первых, это качество услуги он должен предоставлять соответствующее. То есть, чтобы на выходе это была красивая стрижка и форма бороды была. То, что подходит именно этому человеку. И плюс, я же говорила, что коммуникабельность, самое основное, это то есть, чтобы барбер мог поддержать любой разговор. Это все должно быть обязательно и быть просто обычным, хорошим другом. Я желаю вам успеха, благодарных клиентов. И чтобы все люди были красивые в этом мире и счастливые. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.